Сегодня будем говорить на очень важную тему, которую большинство людей, у кого дети не говорят, то их эта тема 100% интересует, а именно заговорит ли мой ребёнок. Даже если ребёнок заговорил, то всё равно такой вопрос у людей может возникать, потому что не очень понятно сразу с первых моментов, как будет развиваться эта речь. То есть ребёнок может произносить какие-то звуки, сложатся ли это в слова, а если слова он начинает произносить, сложатся ли это в предложении, будет ли это осмысленная речь, и всякие-всякие такие нюансы, которые возникают в момент обучения ребёнка вербальному поведению, его навыкам коммуникации, или как ещё их называют, по-разному. Сегодня будем это всё обсуждать. Значит, сначала мы должны немножко разогреться, разогреться, чтобы все участники как-то поделились своими мыслями по этой, на эту тему. А если у вас ребёнок, который неговорящий, или вы занимаетесь с детьми, кто неговорящий, то выберите на что, что скорее всего у вас возникает какой ответ, или у мам есть ответ, почему мой ребёнок не говорит. Да, мой ребёнок не говорит, потому что. И дальше есть вариант. У него аутизм или другие особенности развития, тогда пишите один. Вот. Ольга уже написала. Или мой ребёнок не говорит, потому что ему неудачно сделали прививку. А когда не говорил, думали, что один. Ага. Так, один пока превалирует как-то. Или мой ребёнок не говорит, потому что не понимает речь. Это кто-то использует такую формулировку? Вот она пишет, что один и два. Или мой ребёнок не говорит, потому что у нас дома говорят на другом языке, и он запутался. Сейчас я не знаю, как в России, но я, поскольку я работала и живу в Америке, у нас это очень частая такая формулировка, почему человек, почему ребёнок не говорит, не начал говорить, да, потому что это двуязычная или трёхязычная семья. И многие говорят, ой, если там дом говорят на одном языке, а на улице и везде там окружение говорят на другом языке, то ребёнок никак не может разложить все это все понимание по полочкам, да, и начать говорить. Не может выбрать, на каком языке начать говорить. Или ещё бывает, что мой ребёнок не говорит, потому что он копирует там брата или кого-то ещё, кого-то в школе, да, такого, встречали такое, такую формулировку. Вот, Лена пишет один и три, что ребёнок не говорит, потому что аутизм, потому что он не понимает речь. То есть все остальные варианты вы как бы отметаете. Есть ли какие-то ещё варианты, которые здесь не указаны, но вы как бы объясняете, почему ребёнок не говорит? Или вы слышали, как другие люди объясняют, почему их ребёнок не говорит? Пожалуйста, напишите. Если что-то ещё, чего здесь не было в этой таблице. А, заговорит, но позже. Не говорит, потому что точно неизвестно. Это очень хорошее объяснение. Оно, главное, наверное, помогает работе. Не слышит. Там было что, поражена область какая-то. Мальчики начинают говорить позже. Нарушение работы в речевых зонах. Ага, да. Мне в своё время невролог сказал, что я зря переживаю, а в трём годах заговорит. Ну и что, заговорила, Лена? Упрямится. Неа. Перенёс обширное кровоизнение, главное, ему владенчество. Да, этому органическое, может быть, изменение. Понятно. Мы как раз сегодня будем говорить, что делать надо для того, чтобы началась, пошла речь. И поговорим о многих таких переживаниях родителей и специалистов, что ребёнок никогда не сговорит. Может ли такое быть? Плохо слышать. Да, это, кстати, тоже вариант. У нас ребёнок был больше органики, чем аутизм. Да, тогда могут врачи предполагать, что ребёнок не сговорит. То есть есть некоторые ситуации, когда, но опять же, они связаны с физиологией, что вы так его понимаете. А, не говорите, потому что так все его понимают. Такое тоже бывает. Но это обычно всё-таки сильно отличается, когда есть какая-то патология, и когда это просто очень родители очень трепетно смотрят, да, и следят, что ребёнок хочет, и предлагают ему сразу, или дают, то всё равно будет понятно, что это ребёнок развивается как типично или нетипично. Но такая ситуация тоже бывает. Прекрасно. Вот начнём с вопроса, который пришёл заранее. Может ли ребёнок с аутизмом не заговорить совсем, от чего это зависит? Здесь вот уже писали, что есть ситуации, когда органические изменения, скажем, когда была травма головы, или как-то развитие там происходит, поражения какие-то в результате развития произошли, или патологии какие-то. Я не доктор, не знаю, как они все называются. Я думаю, что вы знаете лучше, многие, кто с этим столкнулись, знаете и терминологию, всё, что есть ситуации, когда доктор однозначно говорит, что ребёнок не может, там прожжены вот эти центры, и ребёнок никогда не заговорит. Бывает такое, на моей практике тоже было, что доктор ставил такой диагноз и говорил, что ребёнок никогда не заговорит. А ребёнок начинал говорить. Он говорил не очень внятно, но он начинал говорить. У меня было, ну, наверное, три или четыре таких вот случаев. На моей практике. Я работаю больше 15 лет. То есть не то, что это очень часто происходит. То есть если уже поставлен, однозначно такой вердикт вынесен, то всё равно продолжать заниматься развитием коммуникации надо, да, но опять же мы тогда ищем другие пути, как мы развиваем коммуникацию. Не вокальным образом человек будет свои, доносить все чувства и мысли и поддерживать беседу, а другим способом. Вот. И каким это способом, тоже по-разному, да, мы это выясняем. Вам расскажу один случай. Может, сейчас кто-то, ну, узнает какие-то, да, похожие ситуации у вас, может, тоже были, случайно, что ребёнок был неговорящий. И сначала объясняли тем, что он не понимает. Когда он был совсем маленький, там, 3 годика, 4 годика, что он не понимает, что ему говорят. И тогда он, ну, как бы, да, свои все просьбы выражал обычно тем способом, который все сразу понимали, что ему надо, да, начинал кричать или кого-то куда-то тянуть, но вокально не начинал ничего произносить, потому что, да, как я уже сказала, похоже не воспринимал речь никак. Потом мы заподозрили, что ребёнок не слышит. Начали это проверять. Родители сходили к доктору вроде как по тем, знаете, когда делают проверку невербального ребёнка, если делать проверку слуха, то там датчиками всякие смотрят, как проходит звук. Я там все, опять же, подробности не знаю. И вроде как звук проходит, то есть есть там все, чтобы слышать. Но они всё равно на 100% не могут сказать, насколько человек слышит. Но вроде как все сигналы там проходили. И мы тогда проверяли это уже во время работы. Проверяют это вот так. Мы даём инструкции, когда он не видит нашего лица. Ну, лицо может видеть, да, но губ не видит, чтобы не считывал с губ, потому что часто дети, которые не слышат или не распознают, они смотрят на, да, как мы артикулируем, и могут делать, выполнять там какие-то инструкции. А какие-то нет, если они их слышат первый раз, или они там очень много слов сказали. Вот, выяснил, что он никак не распознаёт речь. То есть он её слышит. То есть он слышит, что кто-то начинает что-то говорить, но речь не распознаёт. Уже прошло ещё типа год. То есть ребёнку уже стало около пяти, и надо готовить к школе, а ребёнок речь не распознаёт. И начали работать над распознаванием речи. То есть как только, да, вот это был случай, когда только... пошли результаты распознавания речи, это значит, что он уже не считывая ни с ситуацией, ни с подсказок, ни с каких, которые лежат там, не знаю, на столе, или какая-то ситуация, пришли домой, надо вот это делать, он одно слово воспринимал. То есть это был такой прорыв уже потом. потом, ну, то есть когда, скажем, ситуация показывала, что нужно идти мыть руки, а мы ему говорим, что там, типа, подними руки. Да, и он поднимает руки. То есть раньше это никак не могло происходить. то после этого началось быстрее и вокализации, и когда он начал уже произносить слова. То есть оно как-то было соединено. Значит, вопрос в том, что с каждым конкретным человеком, который не говорящий, мы выясняем, что может быть причиной... То есть мы не выясняем, что может быть причиной с точки зрения физиологии. Это мы запрашиваем, чтобы нам сделал заключение врач. Да, и на основании этого мы будем, скажем, подбирать, каким образом будем ли мы стремиться развивать вокальную нашу речь, или будем переходить на те другие способы коммуникации, которые тоже очень сейчас развиты, и очень хорошо показывают свои результаты. Значит, какие бывают еще ответы, почему ребенок не говорит? Это может быть, ну как, простые, да, как мы сейчас объяснения давали, такие, которые приняты везде, что вот он там не понимает, или у него... О, спасибо, да. Или у него какие-то заболевания, или он копирует кого-то. Да, разные объяснения бывают. Зоны... Подскажите, как расшифровать зону поражения? Я не знаю, как расшифровать зону поражения. Это вы должны у специалиста спрашивать доктора. Мы занимаемся поведенческим анализом, не физиологией. Вот, но с точки зрения поведенческого анализа мы объясняем, почему ребенок не говорит. Двумя вещами. Поскольку все, что человек делает, мы называем поведением. А это, да, разговорная речь, в любом ее проявлении, да, вокальном или каким-то еще способами, это поведение. И поведение не происходит, если у нас нету у человека тех ситуаций, в которых он должен... ну, как бы, да, который запускает это поведение. И если человек этим поведением ничего не собирается достигать. То есть если перенести это, опять же, поскольку все наши объяснения любого поведения сводятся к тому, что, опять же, те, кто у нас постоянно приходят, знают, да, что поведение характеризуется тем, что у него случается до него, да, какие-то изменения в окружающей среде, которые запускают это поведение. И тем, что это поведение, когда оно происходит, оно имеет какие-то последствия, которые этому человеку нужны в данном случае. То есть это будет... Или человек хочет что-то получить, или он хочет что-то убрать. Давайте подумаем, что у нас может быть такое, вот что мы с вами получаем такое посредством разговорной речи. Напишите, пожалуйста. Кто чего получает, какие последствия. Вот, информация, прекрасно. Еще что вы получаете? Получаете. Еду, правильно. Вы, например, в магазин приходите, говорите, дайте мне полкило колпасы, и потом получаете еду. Социальное одобрение, желаемое, внимание, прекрасно. Мы же можем сидеть просто с друзьями, трепаться. Правильно? Кто трепется с друзьями? Я знаю, слово не очень для вебинара. Выслушали меня, да, информацию, получаем, передаем. Правильно. Кто просто так сидит и ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Что мы этим получаем? Общение. Правильно. Удовлетворение. Да отдыхаем мы просто. Все треплюсь с друзьями. Правильно, да. Это если есть друзья, можно с ними трепаться. Разгрузку психологическую. Правильно, Инга. У нас много чего у нас происходит. Связанность нашей навыком разговаривает. Вы еще не сказали, что очень такая важная характеристика вот этого навыка, то, что мы быстрее что-то получаем, что мы на расстоянии можем что-то получать, что мы можем вообще с места не сходить, а только давать указания и вообще все за нас сделать. Да, тоже такой вариант есть. То есть мы облегчаем себе жизнь во многом, плюс получаем удовольствие, плюс еще там какие-то. И все это, то, что связано с нашим умением говорить, все наши блага, которые мы получаем, они так или иначе связаны с другими людьми. Правильно? То есть сама вот эта вот важность разговорной речи, она именно и относится к тому, что мы каким-то образом получаем что-то в результате того, что другой начал что-то делать тоже. Если он нам отвечает, другой человек, мы, может, получаем удовольствие от разговора, да? Или он нам отвечает, или с нами разговаривает, мы получаем информацию. Вот я сейчас с вами разговариваю, вы получаете информацию. Правильно? Посредством моей разговорной речи. Но вы можете понять, что я говорю тоже, потому что у вас та же самая разговорная речь развита. Вот, Ольга прямо решительно отделила нас от животного мира. Именно так оно и есть. Отделяемся, мы отличаемся в разговорной речи от животного мира, потому что используем для того, чтобы получить быстрее все блага. А животные в большинстве случаев добиваются этих благов своим собственным трудом. Да, Светлана тоже написала какую-то букву, но я не очень поняла, что это значит. Вот. Значит, к чему... Да. Я согласна с вами. Это самая веселая тема. Значит, ребенок может не говорить, потому что ему не нужно получать то, что нам нужно получать. То есть вы, если смотрите с точки зрения прикладного анализа поведения, то такая формулировка помогает прикладному анализу поведения создавать уроки, чтобы обучать детей разговаривать. и какой-то еще коммуникации. А до тех пор, пока не появилась вот эта вот прикладная часть анализа поведения, которая занимается сфербальным поведением, то, собственно, другие специалисты могли только частично развить речь. Если вот у человека есть, скажем, если мы возьмем ребенка с диагнозом аутизм, у которого речи не было, или она пропала в какой-то момент, то дальше с ним, если пытались работать разные специалисты, то они как бы со своих объяснений, да, смотрят, то есть, например, вот там какое-то может поражение мозга, да, или какие-то связи не идут. А нейропсихологи, да, могли тоже начинать развивать там, да, что там, гимнастика пальчиков. То есть, это очень интересная методика, да, когда там проходят какие-то сигналы, мы их это самое, и вот человек заговорил. А это все очень, как бы, разные подходы, которые другие специалисты делают. И мы их обязательно используем, если, во-первых, мы их, да, про них узнаем и совместно работаем с другими специалистами. Но, что отсутствует у всех других специалистов, это то, что понимание, не то, что надо запустить, чтобы ребенок начал говорить, произносил какие-то слова, а чтобы он их произносил функционально. Чтобы вот эти два условия, они начали работать, которые здесь указаны, вот на этом слайде, да, то, что первое указано, то, что обычно у других людей запускают вербальное поведение, да, должно также начать работать и для того, чтобы запускать вербальное поведение у ребенка. Это значит, что если он, скажем, пришел, опять же, сейчас забегу даже на следующий еще вебинар, немножко забегу, потом опять отдыху на это. Ребенок заходит в какое-нибудь помещение, где сидит компания, разговаривает, и в какой-то момент все начинают смеяться. А он только зашел, он не слышал, что происходит. Что обычно вот эта ситуация запускает у человека, ну, он знает этих людей, предположим, да, он зашел, все вдруг начали смеяться. Что человек должен сделать? Не, не то, что о нем говорили. Они уже смеялись, он зашел, будем так. То есть он не должен думать, что обо мне говорит. Спроси, правильно, Светлана. Обычно мы спрашиваем, что такое смешного? Вы что-то смешное расскажите мне тоже. Это ситуация, которая запускает наше вербальное поведение. Определенные слова мы должны сказать в этой ситуации. И все мы это делаем. Понятно, что, да, бывает такое, что мы можем там придумывать себе чего-то, если была какая-то история научения. Но если не было никаких изряно вот выходящих ситуаций, обычно мы спросим, что вы смеетесь? Расскажите мне тоже, я тоже хочу посмеяться. Потому что срабатывает следующая вот эта часть, которая здесь написана. Да, вот здесь написано, ребенку не нужно получать того, что обычно другие люди добиваются при помощи вербального поведения. В данном случае, произнося эту фразу, мы чего добиваемся? Коммуникации, понимание ситуации, общение, внимание. Мы, на самом деле, вы правильно пишите, но если все это внести, как бы, да, еще более обобщить, мы добиваемся того, что мы хотим частью группы этой быть, которая веселится и ликует. Мы хотим быть частью этой группы. И это, на самом деле, очень сильно, опять же, отличает ситуацию, когда ребенок развивается типично и когда ребенок развивается с какими-то особенностями, то если идет вопрос о том, что почему ребенок с особенностями не говорит, то очень часто это бывает связано с тем, что он не хочет быть частью группы. Нет у него этого тяги быть вместе со всеми. Социальные всякие вещи не работают. И тогда никогда не пойдет никакое вербальное поведение. Может появляться какие-то слова, но ребенок никогда не заговорит, как мы. Вот здесь как раз такое есть. Именно, правильно, Ольга. Я к этому и вела. Я хотела, чтобы вы сделает это было. А если хочет, но не получается говорить. Вот. Это тогда вопрос уже, опять же, если у него и это условие, что он может так, то есть он будет и хочет так же реагировать на ситуации, изменяющиеся, используя вербальное поведение, ну просто он сейчас еще не научился, да, и он хочет получать те же самые блага, как все остальные типично развитые люди, то тогда вопрос только в том, что да, давайте возьмем его на учебу. Тогда вопрос не к нам, не к поведенщикам. Можно пойти к лакопеду, и он запустит речь. Потому что если эти условия сохранены, что человек хочет быть частью группы, он рвется общаться, просто не умеет, как это сделать, и хочет получать те же самые последствия, которые получаем мы во время общения, то тогда это разговор совсем другой. Мы здесь будем говорить про ситуацию, которая очень часто бывает у детей с диранозомоутизмом. Ей зрительный контакт просит посторонних людей о помощи. Очень хорошо, прекрасно. Это уже первые шаги. Как мы будем, то есть что мы делаем? В процессе нашей работы мы строим уроки так, чтобы сделать вот эти ситуации, которые, опять же, запускают у нас вербальное поведение, сделать значимыми для ребенка с диагнозомоутизма, и чтобы сделать значимым для него социальное общение. То есть сначала надо над этим поработать, а потом уже выстраивать вокальные или какие-то еще системы коммуникации. с жестами, но есть поведенческие проблемы. Мы, наверное, на что-то ответили, да? Про жесты тоже поговорим. Вы напишите, пожалуйста, свой вопрос и ситуацию про жесты. Как вызвать речь у неговорящего ребенка? Какие специалисты могут помочь, и что мы, родители, можем сами? Вот это хороший вопрос. Да, потому что здесь вопрос и про специалистов, и про то, что родители, как они могут заниматься сами. Я могу вам сказать, что все уроки, которые, если, скажем, занимаемся мы, специалисты прикладного анализ поведения, то особенно, когда занятия идут относительно вербального поведения, то есть нашей коммуникации, речи, как угодно назовите, то помощь родителей абсолютно необходима. Потому что... Как вы думаете, почему? Очень хочется проверить. Какие у вас есть представления, почему же нам так нужно, чтобы... Потому что жить с родителями правильно, Елена. Даже больше общается. Поддержка, навыка. Да, да, молодцы. Вот какие вы все молодцы. То есть у вас получается, то есть у нас, да, получается, что если мы видим ребенка, скажем, в центре, закрепляет результат, правильно, Анастасия. Нужно делать все одинаково, да. Это тоже и одинаково, и на самом деле в вербальном поведении не всегда надо делать все одинаково, а наоборот, надо делать все по-разному. Но это как бы сейчас уже детали. Вопрос в том, что мы видим ребенка в центре, или если приходит на дом специалист очень ограниченное количество времени, да, иногда это час в неделю, может быть это три часа в неделю, может быть даже пять часов в неделю, может даже десять. Все равно, представьте себе, десять часов мы занимаемся коммуникацией, а все остальное время в этих неделях, да, то есть десять часов это даже не один день целиком, а это неделя. Да, то есть нам нужно, чтобы коммуникация была постоянной, потому что мы с вами, опять же, всегда должны смотреть, а у нас-то как часто коммуникация идет, вот как мы часто коммуницируем. Десять часов в неделю или один час в неделю коммуницируем, остальное время так просто, да, как будто мы, мало того, что мы коммуницируем постоянно, мы еще сами с собой разговариваем постоянно, вообще не останавливаемся ни на секунду, даже ночью пытаемся сны посмотреть какие-нибудь, поговорив таким образом сами с собой, да, или как, ну вообще ни на секунду не останавливаемся. Да, все внутренние речи у нас вообще заполняет нас все. Поэтому, во-первых, чтобы было и обобщение того, что мы учим, и чтобы запускались какие-то новые стимулы, которые, да, условия, при которых он должен как-то реагировать, которые мы не можем оттренировать ни в центре, не можем оттренировать за короткое время, всегда что-то происходит в окружающей среде такое новенькое, да, как-то что-то меняется, какие-то ситуации, которые вот первый раз только случились, то ребенок должен на них уметь реагировать, тоже так же, как и все остальные, вербальным поведением в том числе, но если это предполагает какое-то вербальное поведение, хотя бы спросить, а что это значит, да, что вообще-то происходит. И здесь вопрос про специалистов, да, какие специалисты могут помочь. Как я уже сказала, специалистов много, кто работает с речью. Логопеды прекрасно работают с речью. Они занимаются тем, что они ее, вот, артикулярно, да, как ее, артикулярно, нет, как он называется-то? Аппарат наш речевой разрабатывает. Дефектологи занимаются, да, уроки какие делают, артикуляционные, спасибо. У меня с артикуляцией плохо. Нейропсихологи занимаются. Кто еще занимается речью? Лингвисты занимаются даже речью. Ну, они там занимаются не том, что они уроки проводят с детьми, чтобы их научить, они изучают, как устроен наш язык, да, что с ним происходит. Какие еще специалисты занимаются речью? Психологи занимаются, правильно. Вот, и у каждого своя задача стоит, по идее, да, то есть они, эти аудо-логопеды, да. Получается, что у каждого специалиста есть какое-то объяснение, почему ребенок не говорит. Скажем, если, опять же, да, мне просто более близкие логопеды, у нас больше контактов с логопедами почему-то. Может, потому что их больше. Что у логопедов есть предположение, что там не все хорошо работает, да, там, скажем, вот я даже своего, ну, своего ребенка водил проверять. Вроде все хорошо произносят, какие-то звуки не произносят, да. И выяснилось, что меня совершенно потрясло. Когда там мы какие-то звуки, я уже не помню, там подрослись, было очень давно. Какие-то мы звуки произносим, то мы, у нас язык как бы вытягивается вперед и немножко опускается. А у нее, наоборот, прижималось к нему. И поэтому именно этот звук не происходил. И нам дали гимнастику, которую мы дома и делали, да, там всякий язык туда, язык сюда, типа стою, вон, ну, зеркало и делай, да. И все прекрасно о том как-то хоп-хоп-хоп и сложилось, да, несколько мы там недель поделали эти упражнения и все. То есть получается, что они находят именно, что не так происходит с ротовым аппаратом и дают упражнения на эти, да, именно чтобы развить это или растянуть, или как-то размять этот конкретный момент. Вот. То есть у кого были какие еще варианты, что, какую, может, вам гимнастику давали или делали там гимнастику. То есть то, что многие, вот опять же, логопеды, с которыми мы работаем совместно, они делают, как это, ну, что-то там, заклеивают, не, не заклеивают, тогда массаж, вот, точно. Массажи всякие, точно. Песни петь тоже рекомендуется. Опять же, надо, чтобы специалист посмотрел, что конкретно происходит, потому что просто так петь, опять же, не всем полезно. При некоторых там разницы, ну, по-разному развивается все здесь, да, в некоторых случаях нельзя петь. Вот. Поэтому надо смотреть, проконсультироваться у специалиста, скажем, психологов. Ну, у психологов я не знаю, какая у них может быть гипотеза, почему человек не разговаривает, потому что у психологов вообще теории очень много. Ну, вот, если он, скажем, этот психолог знает какую-то теорию и по ней все как-то складывается, объяснение, тогда он найдет терапию. И она будет хорошо работать, эта терапия. Для нас же вот это, вот, конкретные детали, да, как, скажем, этот массаж, который делается или что-то еще, это уже только часть работы, которая будет сделана над вот этим вокальным моментом. А все остальное, как бы, как запустить то, чтобы человек начал говорить, мы делаем в окружающей среде. Да, мы делаем таким образом, чтобы то, что у других людей запускает речь, начала запускать речь и у ребенка, который не говорит. Там по ходу буду приводить пример, чтобы было понятнее, что я имею в виду. Кому идут родители, если ребенок не говорит? Это я вот и вам вопрос тоже задаю. Потому что поведенческих аналитиков, насколько я понимаю, достаточно мало, и я не думаю, что у всех, то есть, наверное, здесь кто присутствует, вы уже знакомы, кто такие поведенческие терапевты, терапевты, нет, тераписты, нет, специалисты. А вот Зоя пишет глагопеду к доктору. Правильно. Обычно к глагопеду идут или вот к неврологу, к дефектологу, да. Абсолютно верно. Это и есть как раз то, что я хотела от вас услышать, потому что мало кто пойдет, ну, будет такой, не, не, к глагопеду не пойду, пойду только к специалисту поведенческого анализа. Мы, во-первых, их нас мало, и еще не так хорошо известны, да, повсеместно. То есть, люди привыкли, что вот такие вещи решаются вот у невролога или у логопеда, дефектолога. А сейчас то, что я буду рассказывать, особенно будет интересно логопеду, кстати. Потому что у меня училось несколько логопедов, которые теперь, как бы, комбинируют свою работу, объясняют то, что происходит с точки зрения прикладного анализа поведения и разрабатывают уроки, но при этом вот вокальную часть составляют логопедическую. Получается очень эффективно. Значит, что мы, чем мы отличаемся, да, от других специалистов, как я вам уже сказала, что мы подходим к речи по ее функциональности. То есть, одну и ту же фразу человек может говорить, преследуя разной цели. Потому что, в принципе, любое наше поведение это какие-то действия, которые приводят, как я вам уже говорила, к последствию, которые в данный момент нам нужны. Нам нужно это последствия. Скажем, если мы устали, мы делаем какие-то действия, скажем, идем спать, чтобы получить то последствие, чтобы мы отдохнули. Или если мы хотим есть, мы идем готовимся кушать, чтобы получить последствия, что мы хотим кушать. Если нам задают вопрос, то мы отвечаем, чтобы получить то последствие, там правильно мы ответили, человек продолжает с нами беседовать, или он получил информацию и сказал нам спасибо, да. То есть, это могут быть разные действия, которые приводят к каким-то последствиям. Это называется функциональность действия. Это я прямо сейчас вам такие немножко терминологию, да. Потому что, когда я с терминологией, но быстрее как-то получится объяснение. А у вербального поведения наших вообще разговорных вещей мы тоже не произносим просто так какие-то слова. Мы их произносим, чтобы что-то получить. Или мы их произносим, чтобы что-то убрать. В большинстве случаев мы произносим что-то, чтобы быть частью группы или продолжить общение с кем-то, да, что мы получаем от кого-то поддержку, общение, что человек находится рядом и другие последствия. Но некоторые фразы мы произносим, чтобы получить конкретно что-то или что-то конкретно убрать. При этом это может быть одна и та же фраза. Она может быть в разных ситуациях произнесена для получения разных последствий. Давайте возьмем фразу «как здесь жарко». Скажем, у нас есть ситуация, что мама говорит ребенку «как здесь жарко». Повтори. И ребенок говорит «как здесь жарко». Она говорит «молодец». Какая была функциональность вот этой произнесения фразы за мамой? Как вы думаете? Нет, что он получил-то от этого ребенка? Повтор это был, как бы, какая ситуация произошла. Да, я говорю, он похвалил, конечно, ему похвалили. Мама с ним продолжает заниматься. Он получил социальную похвалу, то есть социальное какое-то поощрение. Что он с мамой находится, мама рада, что он так хорошо повторяет. Детям часто это нужно. Забегая вперед, могу сказать, что если ребенок не повторяет за вами, когда вы произносите, то здесь вопрос может стоять то, что ему не важно ваше одобрение. То есть это как бы с чего мы начинаем работать, если мы проверяем, какие из типов вербального поведения существуют. У этого находится уже в репертуаре у этого ребенка, да, он умеет уже делать. Мы смотрим, иногда он может произносить слова, но он их произносит, например, как просьбы. Вот, да, ниже я написала. Как просьбы. Когда он умеет произносить просьбы, скажем, как здесь жарко, ну, возьмем просто, чтобы фраза была одна, да, то есть может быть просто слово жарко, и это приводит к тому, что мама выводит его на улицу, то тогда это будет получение чего? Какая функциональность будет это произнесение слова жарко в этом случае? Желаемых событий. Правильно. Ну, в чём внимание-то? Какое внимание? Никакого внимания. Мама с ним на улицу пошла. Может быть, убирание неприятности. Да, что-то неприятно. Правильно. Молодцы. Может быть, он хотел гулять и сказал жарко, потому что раньше после этой фразы мама сразу его водила гулять. Мог он этим воспользоваться? Мог. А если мама ему при этом говорит, скажи, жарко, и ребёнок не повторяет, вот тогда мы начинаем, да, уже понимать, что происходит. Потому что очень часто бывает, что ребёнок может произнести это слово, когда ему нужно что-то получить или что-то убрать, но как повторно это не делает. То есть, когда ему говорят, скажи, жарко, он смотрит, как будто он вообще не понял, о чём речь, да? Как будто вообще не услышал. И люди, на самом деле, родители, кстати, очень удивляются. Я не знаю, у кого-то есть, у родителей здесь такая ситуация, что ребёнок что-то произносит, скорее всего, для того, чтобы что-то получить или что-то убрать, но никогда не произносит это как повтор. Вот. Это про осознанность. Сейчас мы тоже к этому вернём, по ходу, да, пойдём. Потому что это очень важная тоже концепция, которая в поведенческом анализе определённо объясняется. Вот. Давайте посмотрим дальше. Слово «жарко». Вы, скажем, работаете по карточкам с ребёнком. И вы показываете, вы сейчас изучаете карточки, скажем, с климатом, ну, предположим. И вы показываете Африку. Там нарисовано, понятно, там какие-нибудь пальмочки, солнце светит ярко. И вы учите, что там жарко. И вы уже несколько раз эти карточки ребёнку показывали с подсказкой, говорили, что там жарко. И всё такое. Теперь вы показываете, ребёнок, ну, никак самостоятельно не называет, что там жарко. При этом он может сказать «жарко», чтобы его вывели на улицу. И когда вы ему говорите «жарко», он не повторяет за этим «жарко». Или когда это будут ответы на вопросы. Вот, Мария пишет, что нет понимания об общении. Вот здесь как раз не в понимании и об общении дела. И не в instructional control тоже. Здесь никакого отношения к этому нет. Здесь это говорит о том, что нет вербального поведения у ребёнка вообще. То есть вербальным поведением мы можем сказать, что у ребёнка есть вербальное поведение, или, опять же, если вы хотите использовать слово «коммуникация», есть только если все типы вербального поведения присутствуют. Если присутствует только один тип вербального поведения, а чаще это просьба, то мы не можем сказать, что у ребёнка есть вербальное поведение. Обобщение происходить не может, потому что это разное поведение. Когда ребёнок говорит слово «жарко», когда ему нужно идти на улицу, это одно поведение, потому что функциональность у него «пойти гулять», а функциональность повтора за кем-то «получить одобрение». Функциональность называния предметов – это на самом деле тоже одобрение окружающих. Да, ты молодец, ты знаешь, ты хорошо ответил, ты правильно назвал, не ответил, а правильно назвал какой-то предмет. Или ответы на вопросы – это тоже одобрение. То есть все остальные типы вербального поведения, эти все одобрения, они немножко отличаются друг от друга и не являются одним и тем же. То есть нельзя сказать, что произнесение этой фразы как называние предмета или как ответ на вопросы – это одно и то же поведение. Это разные поведения. Если они разные, обобщение не может происходить, потому что это разные поведения. Они все должны быть научены, каждый по отдельности. И это то, чем отличается работа специалиста прикладного анализа поведения, и это делает эту работу эффективную. на те вопросы, которые знакомы. Во, о, хороший какой вопрос! Часто бывает, ребенок отвечает на вопросы, которые ей знакомы или ему. И это не является вербальным поведением, если ребенок не отвечает на другие вопросы и сам не задает вопросов и не поддерживает беседу и так далее, так далее, так далее. Это называется простое распознавание. Если, вот, Мария, если у вас есть, вы сами специалисты или кто-то еще с вами работает. Да, да, это просто заучивание, как реагировать на каждый определенный стимул. То есть, когда нету… Вот мы воспринимаем слова как символы. Они в каждой конкретной ситуации, этот один и тот же символ, будет немножко разное значение иметь в соответствии с ситуацией. Ну, чуть-чуть, да, разное значение. Если заученные ответы на вопросы, то это значит просто, да, мы заучили, ну, не мы, а вот ребенок заучил, каждый вопрос как отдельный, какую-то ситуацию. И просто на нее реагирует. То есть, никакой функциональности нет. Значит, мы с вами сейчас такой, я вам, да, общую картину обрисовала, что, чем отличается работа специалистов, которые уроки делают в рамках прикладного анализа поведения, а именно по вот этим разным типам вербального поведения. Я могу просто привести пример, да, такой, наверное, обобщенный, не то, что это про какого-то конкретного клиента, а обобщенный такой пример, что мы, скажем, начинаем, заниматься тем, что... Запуск речи, да, вот, запускаем речь. Сначала нужно ослаблять информацию про ребенка, какие навыки у него есть. Сначала нужно выяснить, насколько он, в принципе, да, вокализирует, он не вокализирует, да. Бывает, что мы начинаем с того, что просто хвалим его за то, что он вообще вербализировать начал, а потом уже из этого количества вербализаций, то есть если они, скажем, однотипные, да, нужно сделать, чтобы они были разнообразные, потому что нам нужно из них будет формировать слова. А если ребенок говорит только... Нам это не нужно. Нам нужно, чтобы это было разнообразно. Для этого есть методики, которые мы запускаем, скажем, если кто-то знаком с методикой шейпинга, что мы хвалим сначала ребенка, что он просто вокализирует, а потом перестаем его хвалить. Как только мы перестаем хвалить, включаются определенные процессы, видоизменения поведения, которые происходят, и мы следим за тем, чтобы эти изменения шли в те стороны, которые нам надо. И тогда начинаем опять хвалить. И так далее. До тех пор, пока мы не разобьем разнообразие звуков, которые будет произносить ребенок. Если он уже произносит эти разнообразия звуков, из них можно формировать слова, которые он будет произносить как просьбы, потому что он сразу на них получает что-то ощутимое. параллельно работаем над тем, чтобы социальные тоже подкрепления начали работать, социальные какие-то вещи, которые могут потом, мы можем использовать вот в этом тренинге на обучение тех типов вербального поведения, где нужно, чтобы социальное наше внимание, одобрение работало на то, чтобы поведение происходило. Еще, кстати, я вам могу сказать, что бывает такой специалист работает, работает, и все ответы на вопрос или название предметов, или повтор идет за какие-то более серьезные подкрепления, чем просто наше одобрение. Скажем, дает ребенку конфетку или токены, там жетоны, делает какие-то ему там возможность перерыва, побегать, пощекотаться. Мы тогда говорим, что у этого ребенка нет вербального поведения. До тех пор, пока он повторяет за кем-то, чтобы получить конфетку, это называется отсутствие вербального поведения. только когда он начнет это делать за одобрение, так же, как и мы с вами, и называть предметы для того, чтобы привлечь внимание окружающих к этому предмету, и чтобы завести разговор, и чтобы, опять же, быть частью большого общества, то вот пока мы этого не добьемся, то мы не можем говорить, что ребенок начал коммуницировать. Продолжение следует...